Овна, приветствую вас! Давайте посмотрим ваш расклад на январь месяц. И первая карта для вас, мои дорогие, карта суда. Карта суда показывает то, что у вас идет возрождение. У вас идет, знаете, здесь для некоторых может касаться вот январь месяц, вот еще тема то какие-то суды или какие-то документы. Но в основном эта карта показывает то, что сгореть дотла и возобновиться заново, начать чего-то новое. Именно вот в январь месяц уже карта показывает, что вам нужно уже начать что-то новое в вашей жизни. Давайте посмотрим следующая карта для вас, мои дорогие. На начало месяца это карта повешенной. Карта повешенной показывает, подвешивает те старые ситуации, те моменты, те мысли, которые вам не дают, вот знаете, начать чего-то новое. Даже если это происходит то, что вам это тяжело, здесь больше всего говорится о том, что вы должны уже в начале года какие-то изменения, какие-то вот, может, вот есть те ситуации, которые вы не могли вот в 2023 году решать. И вы хотите, вот знаете, вот 2024, вот, ну дальше вот, чтобы это продолжалось. Но здесь говорится о том, что их нужно завершить. Если это касается вас, если это понимаете, что вы должны что-то менять в себя, нужно подвешивать вот именно старые свои вот мысли, вот какие-то страхи, какие-то неуверенности и начать вот что-то новое. Если это касается отношений, вы должны понимать, если что-то вас не устраивает или там что-то вам не приносит то счастье, то радость вот именно в тех отношениях, здесь вам нужно что-то начать новое. Вот закончить, подвешивайте что-то в ваши, те отношения и начинать что-то новое. Если это касается рабочих моментов, здесь тоже может быть то, что вы должны что-то именно в январь месяц подвешивать, не стараться копать в тех ситуациях, чтобы что-то кому-то доказывать, а вот именно для себя что-то менять. Давайте посмотрим следующая карта, что это король Пентакли. Король Пентакли может быть то, что в январь месяц у вас может быть для мужчины здесь ваша стабильность, может быть то, что или вам будет нужна какая-то помощь в начале января, или вы будете должны кому-то помочь. Здесь не то, что именно какие-то финансы, или может здесь кто-то попросит помощь в какой-то работе, какой-то бизнес, какую-то идею подсказать. Здесь как будто вот больше. Если это для женщины, здесь показывает то, что вы можете в январь месяца после каких-то ваших перемен в жизни, в отношениях, у вас может быть встреча с каким-то мужчиной. Но будьте аккуратны, потому что здесь может быть человек женат, может не свободный. Давайте посмотрим в середину, что вам высшие силы подсказывает. Четвёрка Пентакли. Четвёрка Пентакли показывает больше менять себя, больше какие-то перемены, именно работать над собой. Не думать то, что нужно кому-то помочь или что-то подсказывать, больше в себя вкладываться, больше менять в себя. Вот здесь можно ещё касаться то, что если по поводу финансов, вы бережно относитесь, даже если по 100 долларов, то, что вы откладываетесь. Здесь нужно как бы что-то изменить. Здесь нужно, вы даёте эту помощь кому-то, а для себя вы как бы ничего не делаете. Поэтому, может быть, у вас идёт вот это подвешенное состояние. Давайте посмотрим следующая карта на середине. Это Двойка Пентакли. Контролировать свой баланс. Контролировать свои мысли, идеи, возможности, то, что вы делаете. Потому что здесь может быть, почему подвешенное состояние? Потому что здесь, если шаг налево, шаг направо, вы можете что-то потерять в вашей жизни. Здесь будьте аккуратны, потому что здесь больше говорится именно в этом раскладе, как будто о финансах. Вот январь месяце для вас, мои дорогие овны, здесь нужно бережно относиться к своим финансам. Вот не раскидаться вот тем, который вот, ну, кто-то попросит в долг или что-то вот, ну, попросит у вас. Здесь нужно как бы именно вот этот баланс, именно в январь месяце, в середине контролировать его. Давайте посмотрим следующая карта для вас. Верховный жрец. Вера в себя. Вы должны больше доверять. Если вы хотите начинать чего-то новое в вашей жизни, вы больше, вы должны понимать, что вы это сможете. Даже через трудности, даже через препятствия, даже то, что у вас может не с первого раза это получиться, у вас должно это, знаете, верить. Вот именно доверять то, что здесь может быть еще кто-то вот именно в январь месяц какой-то мужчина вот будет вот именно какие-то советы вам дать по поводу вот какой-то работы. Здесь может касаться именно в рабочие моменты. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца для вас, мои дорогие. Это верховный жрица. Для вас, мои дорогие мужчины, здесь больше идет то, что есть женщина, которая мудрая рядом с вами. Она может вам подсказать вот как правильно поступить. Если для вас, мои дорогие женщины, это может вы сами, то, что благодаря вашей мудрости, благодаря вашей знании, вы знаете, как правильно сделать какой-то шаг в вашей жизни. Вот именно под конец, вот именно вы начинаете что-то менять в себя. Давайте посмотрим следующая карта. Это карта башни. А почему у вас вот благодаря вашей мудрости, благодаря вашей знании, вы уже под конец разрушаете ваши стереотипы, разрушаете то, что вам не приносит то удовольствие, то счастье, то, знаете, те возможности, которые вы раньше, может, и думали, что у вас это получится. Но вот именно под конец у вас идет такое осознание, что да, может у меня что-то в жизни не получилось, и мне нужно вот что-то заново начинать, что-то поменять. Давайте посмотрим следующая карта, карта совета, что вам высшие силы подсказывает вам вот на протяжении месяца января, мои дорогие овны. Тут жезло. Брать, вот знаете, ту стержень, ту стремление, те цели, то, что вы можете, то, что вы не боитесь что-то поменять. Вот именно целый месяц, вот именно месяц, вот январь, вам нужно ответственность больше брать на себя. Вот не нужно вот ждать, что кто-то вот будет менять за вас. Вот именно сами вы сделаете что-то новое в вашей жизни. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале, переходим в Instagram, там будут больше расклада о финансах. Продолжение следует. Продолжение следует...